Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! В одном из последних фрагментов своей недописанной, не составленной, не собранной в целую книгу «Апологии христианской веры» Блес Паскаль, всемирно известный математик, механик, физик, естествоиспытатель, богослов, классик французской литературы, вспоминал и привел слова из Библии, из Третьей книги царств. Ответ Бога, пророку Ильи. «Я оставил семь тысяч мужей». Илья бежит от царицы Иезавели, поклонницы Ваала. Ваалы и Астарты – это языческие божества, которым в жертву израильчане приносили своих детей, сжигали их в печи в надежде на богатый урожай, на продолжение рода. И Илья восстает против этого зверского, бесчеловечного обычая, но и против других страшных порядков и обрядов языческого культа, поклонения Ваалу и Астарте. И тем вызывает гнев Иезавели. И скрываясь от нее, на горе Хариф скорбит, что его народ, Израиль, оставил Бога, забыл его, разрушил его жертвенники, а пророков убил мечом. Нет, говорит Господь. И полный его ответ звучит так. «Я оставил семь тысяч мужей, колени которых не преклонились пред Ваалом, уста которых не лобызали его. Я люблю, – пишет Паскаль, продолжая эти слова, этих святых мужей, которые поклонялись Богу, этих мужей, которые были неведомы миру, которые были неведомы даже пророкам. Они не продались миру. Они миру светили, возвышались над ним. Их вероучение, столь славное чудесами, святыми, безупречными, чистыми. Вероучение, которое прославлено выдающимися свидетелями, мучениками, царями, например, Давид на троне. Высокородными князьями Исаия. Вера этих людей, столь славная познаниями, во многих науках, пишет Паскаль, совершившая такие чудеса и проявившая такую мудрость, объявляет все это, чудеса, открытия, даже само распространение во всех цивилизованных странах, чудо покорения и царей, и простых совершенно людей, этой вере, этому мировоззрению, объявляет все это суетой, сует и настаивает на том, что она, эта вера, эта вера учения, ничего не имеет, ни знамений, ни мудрости свыше, кроме креста и безумия. Парадокс. Как это понять? Кроме креста и безумия. Понять несложно. Мы вспоминаем слова апостола Павла, которую, естественно, вспоминает и Блес Паскаль, описывая христианскую веру, что эта вера для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Крест. Крест – это знамение того, что в жизни человек мудро должен принять свою судьбу, старение и неизбежный исход из жизни, расставание с силами, что все остающиеся силы он должен обратить, конвертировать, обменять на мудрость, на понимание смысла жизни. Должен, в конце концов, какую-то энергию, остающуюся, потратить не на то, чтобы, истратив посредние средства на врачей, еще хоть на месяцочек, на годочек, задержаться на этой земле, пускай уже разваленной, уже мало чего соображающим, но все-таки продлить свои земные дни и, в конце концов, оказаться ни с чем, потому что никакие средства и никакие ухищрения не сделали человека на веке здоровым, не сделали его бессмертным и уж тем более не сделали счастливым. Крест – это принятие неизбежных в жизни человека испытаний, скорбей, страданий. И когда они принимаются мудро, понимая, что таков закон жизни, тогда Крест обращается в славу, тогда он становится знамением ума, чистого, доверчивого сердца. А безумие – это отказ от ограниченности нашего ума, что наш ум ограничен, и что он не все может, и что он часто нас обманывает. Ну, в этом даже мы можем убеждаться повседневно, ежедневно, тем более смотря на всю историю человечества. Так оно и есть. Ум человеческий ограничен, об этом пишет Паскаль. Он деспотичен. И когда он мыслит только терминами и определениями, то он лукавит перед самим собой, потому что заключить в определение, поставить предел, неуловимый, широкий, непознаваемый, бесконечной действительности, заключить ее в какие-либо пределы никак невозможно. А вера, она непонятна. Непонятна не дается она никакому линейному уму. Вот что пишет Паскаль в самом начале своих мыслей. На одной из первых страниц. Начало непосредственного познания, а есть такое, познание действительности непосредственное. Когда ты ее не анализируешь, не раскладываешь ее на составные части, а когда она чувству, интуиции, сердцу и уму открывается вся целиком, и ты только вглядываешься, изумляешься, благодаришь Бога за то чудо жизни, которое открывается чистому сердцу. Начало непосредственного познания почти никогда не выстраиваются в ряд, как начало познания математического. Познаваемый предмет нужно охватить сразу и целиком, а не изучать его постепенно, путем умозаключений. Таким образом, математики редко бывают способны к непосредственному познанию. И кто же это говорит? Выдающийся математик. Один из самых великих в истории человечества. Среди прославленных свидетелей истины, видевших ее непосредственно, и не доказывавших ее, а ее стремившихся показать. Не доказать, а показать. Говоривших об истине ясно и прямо, был не раз упоминаемый в мыслях Блеза Паскаля святой пророк, выдающийся писатель древнего мира, человек царского рода, высокородный князь, так называет его Блез Паскаль, Исаия. В Библии есть его книга. Книга пророка Исаии. В седьмой главе этой книги Исаия описывает знаменательный эпизод, который произошел с ним самим. Глава начинается так. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя иудейского, Рецин, царь сирийский, и Фатей, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено Дому Давидову, то есть Иерусалиму, и царю Ахаза. И было сказано, сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце народа Иерусалима, как колеблются от ветра деревья в лесу. И сказал Господь Исаии, «Выйди ты и сын твой, Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пути». Очень точно определено место, и мы видим, что происходящее, оно совмещает два плана. Невидимый, таинственный, мистический, духовный, высокий, вдохновляющий, и атопонимика совершенно узнаваемая, как если бы Великая Встреча произошла у нас где-нибудь на такой-то улице города Одинцова или там в Москве, на углу, на скрещении у Булочной, у дом номер 8. Вдруг открылась бы нам вечность. «Выйди к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белильничьему, и скажи ему, то есть ты, Исаия, скажи Ахазу, царю, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, то есть от царя сирийского и от царя израильского, так называет их пророк Исаия. Это не состоится и не сбудется, и Иерусалим будет пощажен, он не будет завоеван, но чтобы в этом убедиться, чтобы не страшиться, чтобы не колебаться, нужно попросить у Бога удостоверения в том, что это не сбудется, попросить знамения, то есть призывает Исаия, царя Ахаза, вступи с Богом в общение, обратись к Нему, поговори с Ним, может быть, через это, через твое обращение, смирение, через твою просьбу, через желание и разговора, Бог начнет помогать и тебе, и целому народу. Но Ахаз отказывается, он не хочет обращаться к Богу, потому что он идолопоклонник, он верит в магию, в волшебство, в приметы, верит в деньги, в вооружение, в количество, в число войск, верит в науку, ну, какой она была в то время, в медицину, верит во что угодно, что множится на глазах живущего человека и занимает его в течение всей жизни. Но выйти на рубеж жизни, здешней и жизни будущей, встать перед Богом, вопросить Его, обратиться к Нему, этого страшится, царь Ахаз, этому противится Его душа. И тогда пророк Исаия исполняется необыкновенного вдохновения. Он одаренный великим талантом того самого непосредственного знания, о котором пишет Блес Паскаль, знания широкого, проникновенного, видящего одновременно и подробности действительности, и всю ее в целом от начала до конца исполняется пророк мужества и вдохновения от Бога, и в седьмой главе своей книги он приводит свои собственные слова. «Слушайте же дом Давидов!» Его голос гремит вслух всего народа иудейского, дом Давидов и иерусалимляне. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Разве мало для вас, что вы все время друг к другу постоянно создаете сложности и трудности в жизни, что вы враждуете, завидуете, не доверяете, подозреваете, ограждаете себя друг от друга, стремитесь только к безопасности, которую привратно понимаете, что вы хотите затруднять теперь и Бога моего, который мог бы через вас действовать, через открытое сердце, через доверчивую душу, а тем более через душу царя, который во главе народа. И так гремит пророк Исаия, сам Господь даст вам знамение. «Се дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Емануэл». Емануэл означает «с нами Бог». Таково значение этого имени. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». очень сложно. Что открывается через века в непроглядной дали времен святому пророку? Открывается он об этом пишет, «Се дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Емануэл», что означает, об этом говорит уже евангелист Матфей, «С нами Бог». Открывается Рождество Господа Иисуса Христа Сына Божия от Пречистой Девы Марии. Кто может это увидеть? Кто может это правильно понять? Только чистое сердце. А есть такие люди? Есть такие, которые очень хотят, чтобы Господь их сердца очистил и дал им увидеть приход воплощения Сына Божия в человечестве, его явление на земле, его помощь нам, людям. Чистому сердцу это открывается, открывается и нам, которые еще сердца свои недостаточно очистили, и нашему зрению, и нашему слуху, когда мы на праздник Рождества Христова стоим в храме, видим перед собой икону Рождества Христова, и слышим знаменательные слова, которые пророк Исаия вложил в свою книгу, и сейчас мы их находим в девятой главе этой книги. Там говорится о том, что с нами Бог, разумеете языцы, и покоряйтесь, ибо с нами Бог, ибо младенец родился нам, пишет пророк Исаия, сын дан нам владычество его, на раменах его, и нарекут имя ему великого совета, совета Святой Троицы, ангел, то есть посланец, чудный, советник, Бог крепкий, властитель мира, начальник жизни, отец будущего века. Сною 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 ибо сною ... Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»